друзья приветствую вас на канале алекс титанов посвященному активному образу жизни да сегодня у нас программе вела турчик небольшой велотур велопокатушка в районе 40 километров в сторону моря в сторону между грааль мюридс и росток в городе германия в стране германия на осы на балтийском море на дворе у нас 28 29 не помню августа на основной работе отпуск как собственно говоря и на второй работе отпуск недельный отпуск я наслаждаюсь природой солнцем ветром воздухом и велосипедом просто каждый день отрываюсь позавчера я сделал шафнул осилил свой первый привет свой первый привет 200 километров ты так называется от 200 километров велопокатушки все велатуры переходят в разряд приветов осилил за 14 часов в общей сумме и 11 с половиной часов чистого времени педалирования стоит в интернете что зачет если ты справился за 13 с половиной часов не знаю о чем речь идет о чистом времени или об об общем времени честно говоря я это только посмотрел после того как проехал наверное бы я бы наверное было точно я бы сделал за 13 с половиной это вообще не вопрос не проблема но по большому счету мне абсолютно фиолетово за сколько времени я его проехал они там этих велосипедных группах форумах писька и меряются кто быстрее кто дальше и кто шел кого велосипед круче версию абсолютно насрать я выставляю просто веером раскидываю по велосипедным группам фейсбуке ссылки на свои видео или на свои посты своего локаута просто для продвижения он их а и соответственно у меня теперь будет чем больше я занимаюсь блогерством тем больше у меня будет материала контента для ведения этого блога заниматься для занятий этим блогерством потому что как правило 90 процентов это хейт никто из тебя никогда там не порадуется не скажет молодец там не знаю что-нибудь приободрит нет там конечно там принято только письками меряется и меня просто в чувак с бородой по колено просто я не знаю это был такой типичный случай когда я выставил вот проехал 200 километров тратера бля 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 для меня типа события и он такой у меня в комментариях под моим постом выставил типа а я проехал там свой первый привет за 10 часов и подкрепил это еще как бы фотографии скрином со страны и я такой подумал бляха чувак ты свой первый привет сообщаешь о своем первом привете у меня под моим постом в комментариях чтобы этим как-то задеть унизить меня типа показать что я что ты лучше и это немножко траурик это немножко приземных кто-то едет я не могу говорить нормально секунду а окей я сбросил скорость чтобы их пропустить кто бы там не был сзади они тоже сбросили скорость и едут за мной наверное интересную историю на русском да потом я такой начал отмазываться типа ну я же на мтб ехал и ветер был этот чувак не у не унимался такой а я типа у меня набор высоты там 1800 и я тоже и я еще и быстрее у меня еще и сложнее все их такой ебать я такой а это же тяжелый случай подожди блин да чувак тебя надо просто поблагодарить поздравить потому что ну ты лучший просто реально и ты просто меня только что растоптал унизил просто поставил на место не знаю что еще какие цели они преследуют лучше а насрать просто насрать тут же появляются комментарии отчего без шлема тоже не понимаю людей которые интересуются моим здоровьем и чтобы со мной вдруг чего не случилось хотя они меня нахер не знать не знают и им по большому счету просто фиолетово что со мной будет но нет блять они появляются в комментариях и начинают тебя учить еще начинаются я еще абсолютно нравится эти просто топ когда такие еще сейчас как сформулировать когда начинают это будет пытаться твою манипулировать такие ну вот я разбил голову с тех пор с шлеме но с тобой то ничего не случится для того что таких детских садов это рассчитано на кого это рассчитано на меня пенсионера пятидесятилетию меня эти манипуляции эти сарказм абсолютно не действует и вообще не понимаю интерес людей чужим людям еще их в интернете особенно склонность кого-то учить кого-то перед кем-то хвастаться перед кем-то там что-то кого-то там унижать ставить на место это нужно ну вот все что они то преследуют своими целями вот это вот а я быстрее что на мтб а я блять 300 проехал на мтб за девять часов то идите вы нахуй мне очень по ебать вот вот реально себе на секундочку психическое состояние человека который впервые заметьте впервые проехал привет 200 километров делается не часто на самом деле и который решил приурочить его не просто поделиться в группе чтобы за него кто-то порадовался или просто поделиться он решил его не тратить зря а еще блин приурочить его моему привету и его выставить в моих комментариях к моему привету чтобы еще два зайца в одном было 22 вот этих вот поднять самооценку типа вот и про и проехал и еще вот этого вот здесь какого-то левого алекса титан да просто вот размазал просто вот этими своими и своими десятью километрами и 1800 метрами как бы соответственно красавчик теперь вдвойне вот представьте что с психологической точки зрения с этими людьми происходит это грустно это грустно друзья надо так делать ну нехорошо нехорошо надо признаться вкатился я конечно есть такое понятие как скатываться в велоспорте или дело хобби скатился я вот я позавчера проехал 200 вчера я отлежался вообще не садился на велосипед но не потому что мне там плохо было или что я вообще себя прекрасно чувствовал легкая крепатура в ногах абсолютно легкая и так как не ехать абсолютно легкая и просто ну просто там вчера я не помню что вчера вывод ну как-то не до не до велосипеда было я думаю а у меня еще тренировка была дома моя это стрит лифтинг который как я называю там турники брусья все такое контельки железки я такой еще потренировался вчера в общем и привет позавчера мне это 200 километров этих дались ну как-то очень легко я прошу и 150 еле допер после стал уже там через силу крутил там домой все такую наизе я вспомнил себя на мысли что я в принципе бы еще осилил еще полтинник бы осилил наверняка и короче это называется вкатился то есть уже такие расстояния даются уже я не говорю про время сейчас нужно начихать вообще главное что я проехал остальное все хотите куда подальше со своим временем это параллельно как-то для меня это хобби для меня это не спорт вот это вот не писька меренье абсолютно я перерос уже вырос с этого возраста когда мне надо было что-либо кому доказывать в общем друзья с приветом понятно да следующий уже ставлю себе целью до швери надо ехать это будет около 300 километров но уже с новым велосипедом скорее всего следующем году следующим летом частично с этим абсолютно нет никакого желания проехал знаю что могу ну и как бы и все зачем ездить каждый день не 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 претендую на титул спортсмена лучшего велосипеда велосипедистами все равно каким боком но я выехал к старому нашему дому с и руси и мы здесь прожили вон там на пятом этаже где еще он птичка там приклеена на балконе на стену пять лет и обычно здесь я не езжу не птички вывели через наш старый дом вон наш балкон было прикольно этом балконе вот заниматься всяким непотребством потому что он обшитый и такая красота летом было а сейчас она все просматривается не похулиганишь да ну а о чем я собственно говоря друзья сегодня будет у нас обширная программа я выписал координаты двух гео тайников мы поищем тайники потом цель это пустынный пляж между ростоком и игра альмюрец я по традиции раз год как минимум езжу на него попить энергетики которые я заранее вот купил сейчас по акции кстати в нету дискаунте 59 центов стоит маленький не знаю зачем вам эта информация скорее всего абсолютно не нужна потом только видео будут по два часа у меня привет получился из двух частей видео по часу каждая коровы не умею его конечно мало говорить на что хочется болтать когда на эти певатура я дома молчу а вот на камеру начинаю болтать там будет прямо прямо удивительная в прошлом году я там был я там каждое лето как минимум раз год бываю они абсолютно пустынные красивейшие там прямо с леса выезжаешь огромный лес подростоком прямо с леса ты выезжаешь это на эти пляжи и пустынные координаты тайников тайники тоже расположены в лесу так что там я поеду как бы искать и потом выйду просто слез и дальше на пляж там можно хочешь галеком купаться потому что никого нету хочешь в трусах хочешь как хочешь купайся что я собственно говоря намерены делать намерен сделки друзья поговорим за немецкий язык и за немцы последних и начнем договорился договаривался с двумя в конце августа 31 августа поехать велотур все втроем значит вокруг грань мюрец грань мюрец в армию мюрец и озеро там порядка 80-100 километров и причем не я был инициатором этого как бы мы там что-то собирались этом уже год наверно собирались да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да я говорю ладно мне уже это надоело эта история я говорю да с вами все равно ничего не будет к 31 августа едем я такой то что за новость я в не в курсе да да едем все значит 31 августа уже больше договаривались ok я такого не помню ну хорошо давай 31 августа вокруг озера все феликс с нами все втроем едет феликс там никуда не поедет ты что железный феликс ты поедешь железняк вообще блин вообще без без никаких я никого не упрашивал не уговаривал не просил сами такие да вот 31 куда-то назначили маршрут назначили время когда во сколько я был уверен на девяносто девять и девять процентов что феликс никуда не поедет дитр как бы да феликс ну он ладно серьезность этого я не верил до конца они мне прямо так убедили дитр привет да ты смотришь этот через субтитры перевод в субтитрах да и короче в общем все феликс заболел срочно после неожиданно как-то подозрительно просто того как я 200 километров проехал я его патру него патру него что он на слабое звено он такой да вообще без проблем я справлюсь все дела хотя точно знал ну я уже как бы с высоты возраста вижу что кто чего стоит на чье слово можно полагаться верить и все такое все я сейчас в отпуске дитр сегодня пишет феликс срочно неожиданно скоропостижно заболел заболел у него унтерзухонка и все дела он не поедет и все наше разве не состоится почему не поехать вдвоем дита не вдвоем скучно давай уже перенесем но потом на когда-нибудь осенью тебя уже никаких переносов не будет мужа я уже потерял интерес я думаю это не люблю когда так не серьезно либо да либо нет либо договариваемся либо вообще не договариваемся я же никого не прошу не уговариваю прошу не заставляю в конце концов поэтому все добровольно либо да либо нет все эти вот нет времени не могу заболел вообще не катят это взрослые люди так не должны делать дети да мог бы себе такое позволить взрослые нет так что с элеви проехали перелистываем эту страницу жалко конечно я очень хотел с ними покататься не было бы очень интересно ну и увы и ах пытаюсь говорить быстрее чтобы не были такие длинные видео потом сегодня уже среда у меня осталось фактически два дня отпуска и два дня выходных и все и отпуск закончился потом опять впрягаться в работу следующий отпуск в октябре и в общем велосипеды не скоро будут опять все вот которые любители погонять бреветы по миллион километров наверное не работают по сменам и еще на двух работах также друзья вот так вот как-то да за немецкий кто не в курсе у меня есть в telegram канале своя группа изучения немецкого по видео очень содержательным очень информативным коротким видеороликом это просто бомба я 20 лет здесь живу эти ролики просто каждый раз я такой да ладно блин ты не уж вот так вот серьезно бля я не знал этого короче они настолько полезные информативные что я не знаю еще почему у меня в группе это и не все вообще все не тысячи миллионы человек а только 6 для подписывайтесь я опять сейчас закинул сегодня стараюсь каждый день закидывать на материал новый но не каждый игру ну раз в неделю раз три дня по разным иногда бывает и каждый день с утра закину пару новых роликов туда и в очередной раз поделился удивился насколько классный материал то есть я собираю со всех соц сетей эти ролики скачиваю себе и выставляю в эту группу то есть я сортирую не просто всякое говно сортирую действительно полезные и хотелось бы некоторые прямо в своих его турах проговаривать слух чтобы они у меня у самого оставлялись оставались голове побольше что я сегодня тоже сделаю и еще раз повторю подписывайтесь в эту группу эта группа бомба реально бомба для всех кто изучает немецкий язык варил о планах вообще сегодня среда и осталось каких-то четыре дня я планировал один из них посвятить вас с немцами двумя принять так называем немцы как-то неправильно с двумя коллегами сработать в принципе они мне уже не не уже не не разделяется моя жизнь особо на русские немцы разделяется долг но не так как раньше в общем это два коллеги с работы этот должен был состояться в субботу и он отпадает велоту еще со званием списывать списывался с костей со швирина но кость они ездят такие длинные расстояния а поехать да блин вот как-то тяжело записывать на камеру потому что я езжу через какие-то места где люди машины все вот пялятся мне укажется я уже в нашем городе уже мне все знают как идиота который ездит на велосипеде с камерой что-то сам себя снимает что-то на камеру сам себе разговаривать рассказывает никак не уединиться получается постоянно кто-то такой такой вот германия здесь очень плотное население и вот к этому надо привыкать что ты будешь снимать себя и все на тебя будут смотреть всегда обязательно будут либо машины проезжать либо велосипедисты будут проезжать возле тебя стоять кто-то будет ну вот так вот да это раздражает честно говоря ну ладно окей это я просто раздражительный такой да костя со швириной я с ним договаривался списывался ну костян проедет пять километров под него подстраиваться там это швирин не надо 150 километров ехать туда 150 обратно на машине устанавливать велокрепление на машину велосипед снимать ехать потом опять снимать ехать обратно короче головняк если там катануть вместе километров 100 хотя бы 50 ну еще да есть смысл 8 кости под вопросом я не знаю остается еще питан к швирине я смысл с ральфом самый главный питантиста полно на нашей земле он точно сказать дату не можете помыть фонтанного может четверг а может в пятницу в пятницу скорее всего в четверг можно вернуть 5 наверняка четверг может быть в общем я жду от него когда он отпишет мне поеду в швирин возьму с собой велосипед покатаюсь там заеду к юли и поиграю в питанку может быть с костяном тоже пересекусь короче 15 дел там ширине сделаю очень я хочу поиграть в питанку прямо у меня и таки старт открытый этот отпуск поэтому либо завтра четверг либо в пятницу у меня швирин по плану субботу получается ничего воскресенье может быть поеду на фламарт за пластинкой виниловые вот такое просто не хочется не терять ни одного дня не могу пролежать просто дома в отпуске потому что игра работает я один и просто ну это как для меня преступление просто пролежать дома для это лежание с хорошей погодой то есть если на улице хорошая погода а я дома в квартире то я просто у меня потом шлейф ты сгибись у меня плохо себя морально чувствую типа предателем каким-то должен был ехать сейчас на велосипеде должен был сейчас искать тайники пластинки что-нибудь купаться в море что-то предпринимать делать ну никто никак не дома сидеть хорошую не знаю как остальные блогеры записывают сами себя постоянно ты такой думаешь так надо сейчас куда-то в лес заехать и там что-то уже начинать вещать записывать снимать ну блин ты реально там ничего не успеешь записать и ты начинаешь такой по дороге записывать машина едет тут еще что-то тут стройка перекопали весь город везде какие-то пауш-телли стройки записывать вообще неудобно тут туда едет возле тебя кто-то смотрит на тебя в общем еще тот удовольствие вести блок быть блогером друзья погода сегодня просто шепчет просто просто шикарно для наших мест 28 градусов немножко ветерок но я уже так скатился что я уже ветер не чувствую прямо шикарный завтра вообще обещают 31 градусов среди лошадки что для наших мест вообще очень жарко и да в общем вот так вот по плану швирин питанг пластинки геокешинг тайники вот это все я накупил еще этого на энергетика вообще не рекомендую не рекламирую гадость гадостная но 59 центов стоит я такой 6 баночек купил как раз не по баночке в каждой вилла тур мне кто-то там уже периодически начинаю говорить вру ты нифига ты начал хлебать энергетик своих вилла тур и друзья это вообще ничего не имеет общего с хлебаниями вот хлебают это те кто у меня на работе мужики пацаны каждый день на работу приходит уже с банкой в руке я выпиваю один-два вилла туре это это больше как ритуал я даже я не пью его абсолютно для придачи энергии какое-то получение энергии абсолютно нет я не чувствует просто как сладенькая водичка ну вкусненькая приятная вот как бы выбор купить колу чтобы побаловать себя или энергетик я покупаю энергетик и вот такой вот просто балуюся балую себя да и что еще да в общем я пью его редко вилла турах а вилла тура и не каждый день абсолютно так что надо понимать и разделять где уже зависимость где отсутствие мозгов когда ты пьют его с утра до вечера где просто ну вот не знаю чем сравнить там но вот выпить бутылочку пива кстати тоже что я себе позволяю в отпуске делать я все такое ешь на велосипеде или по выходным приезжаю и выпиваю бутылочку пива и не могут можете вы возразить ну да все так начинали с бутылочки пива друзья мне уже полтинник и я как бы не начинаю я уже заканчиваю скорее и это у меня не перерастает привычку потому что у меня есть мозги я могу покурить сигарету и выпить бутылку пива ну и этим ограничиться я могу ограничить потому что у меня есть мозги друзья для этого надо мозги чтобы не выпивать сразу ящики не курить каждый день по пачке сигарет не наяривать энергетики по пару банок не знаю сколько в день вот такие вот делишки чего для меня неожиданностью было что тимур перестал моих смотреть мой канал по причине того что он аморальный я аморальный тип как бы тюрь приветствует и все-таки рассмотришь и как бы в лицо не сказал он так намекнул что там у тебя было то и все я перестал смотреть я так подозреваю потому что я матерюсь а в кадре и да это вот такой вот прямо вот если есть на чем задуматься менять и ничего не собираюсь ну да прямо я даже не знаю как это расценивать имеет место быть как бы кто-то посчитал мой канал недостойным аморальным да да не понимаю вот я с пониманием отношусь а конечно да абсолютно никого не заставляют и все кто отписывается не смотрит там не считает от стоим еще имеет полное это право я никого не заставляю тени за уши только наоборот говорю если не ваши отписывайтесь блокируйте удаляйте делайте все что угодно только не осмотрите вот и ну вот недостатки воспитания видимо до матерюсь периодически пиво пью энергетики матерюсь и даже мне это нравится и даже я и дальше буду это делать друзья до тайника осталось три минуты я приближаюсь к первому тайнику координатом первого гео тайника чувствую километров мало вот после этих приветов после этих сотен километров уже как бы тебе полтинник вообще не вставляет уже хочется я уже думаю дальше поехали что такой так вера во сколько придет в принципе можно к этому времени кататься и посмотрим я покупаюсь а поищу тайники уже дальше в сторону ростока поеду что километров мало наверное эти фрики велосипедные становятся со временем такими я такой тоже если бы не работа реально я бы наверно так уже таким бы стал гонялся бы за скоростями этими километрами соревновался бы с другими так просто чисто физически нет времени физически нет времени на это скорее даже где-то соревновательный этот дух он у всех особей мужского пола так или иначе обязательно наружу вытаскивать выкачивать и ну короче другая история мы с ней об этом я приехал в тайнику вообще другой дороге пока болтал на камеру поехал какой-то странный траектории руки заехал в лес до тайника осталась одна минута до ростока 21 километр но это видимо куда-то через до центра самого центр центра до варнамюнда 15 километров то есть грубо говоря до парома варнамюнда это тоже район как бы ростока 15 километров туда-обратно если к нему съездят еще плюс 30 километров не знаю наверно надо сгонять сейчас найду эти два тайника поедут до упора по этой лесной дороге чтобы еще пару километров намотать километров 20 чтобы хотел было от 50 сегодня да и надо за немецкий еще не забыть я одел свои геокетчерские очки приехали мы по первым координатам где-то здесь читаем задание за слышно меня нет видно видно слышно прием 1 2 3 читаем задание для этого надо зайти в ватсап я там скинул сам себе самому задание давайте сразу по-русски читать я сразу же перевел предусмотрительно чтобы не бэкать не мэкать на камеру на велосипедной дорожке балтийского моря балтийское море здесь вот пятьсот метров вы можете покататься на велосипеде или прогуляться по ростоковской пустоши на участке от гральмюрица до марк грайф энд хайде это хио дюна вы там возле ростока все здесь красиво в любое время года и есть что открыть для себя итак мы стояли перед этой дверью это остатки забора несколько лет назад здесь располагалась станция по изучению насекомых интересно апрель 2023 года двери нету какая-то дверь здесь должна быть теперь мы нашли новое место для тайника если вы присмотр присмотритесь вы обнаружите старое расположение двери в нескольких метрах дополнительная подсказка забор выше ну чтож нашли искать я друзья куда я сейчас 10 остатки от двери это прямо у дороги должно быть где остатки от двери сначала определиться какую сторону идти так в эту я приближаюсь так вижу тропинку как правило это верный признак что здесь уже лазил наш брат гелки вечер остатки от двери ну вот где-то здесь остатки от двери никаких остатков здесь нету крайней мере очевидных возле каждой тропинка возле каждого дерева остатки от дверей здесь целая станция изучения насекомых было до 2023 года что ли описание сюда по судя по описанию это здесь не вижу остатки здесь никакой станции изучение насекомых но я вижу заказ забор и написано на заборе вверху на сейчас будем его исследовать так забор верху честно говоря уже догадываюсь где это где-то вот здесь друзья тогда тогда это было легко где моя ручка заполняем вот такая книжечка называется лог бух и это было легко и просто друзья это кстати 154 по номеру порядковым геод найдены гео тайник вот такая удобная там держалка можно повесить сразу смотрите на руль так заполняем вот такая книжечка называется лог бух я не выговорю букву l даже по-немецки все по-русски не говорю и на немецкий это тоже спроектировалась алекс штрих ирина на сегодня у нас блин или 28 или до 9 мир 28 28 августа вас четвертого года 154 гео тайник найденных друзьям тогда то тогда погнали дальше не нашли поехали искать 155 юбилейные друзья тайник он находится судя по координатам 400 в одной минуте езды отсюда 400 метров отсюда во отсюда во я даже не снимаю очки потому что сейчас сразу будем искать следующий своя жаришка прямо стоит я щас с удовольствием при великим удовольствием покупаюсь в море в прохладном балтийском море это тот самый случай когда его прохладность в кайф и вообще когда случай когда все в кайф все делаешь с удовольствием когда тебе не надо думать за работу никуда лететь ничего делать вообще ничего просто твоя задача максимум это покататься на велосипеде попить пиво покупаться в море поездить на велосипеде рассказал да в общем беззаботность и когда ты все делаешь в кайф когда тебе все доставляют удовольствием покупаться в море поездить на велосипеде с любовью просто достаешься энергетики такой и идешь купаться в это холодное про значит не холодный голос в 20 но прохладненькая приятно прохладненькое море все друзья я приехал до следующего тайника к следующему тайнику осталось 100 точнее уже 90 метров и так читаем задание к следующему тайнику задание гласит велосипедная дорожка вдоль побережья опять то же самое то же самое то же что и в предыдущем на этом лесном можете исследовать этот лесной массив по многим тропам на этом лесном перекрестке а здесь такой перекресток на этом лесном перекрестке где задержаться пожалуйста присядьте и позвольте своим глазам блуждать есть блуждать есть два сросшихся так люди идут нажимаем на паузу халю тетка объявилась собакой и решила здесь затусить ну пофигу будем продолжать пускай думаю что я сам с собой разговаривать хотя так и есть пожалуйста присядьте и позвольте с вами блуждать есть два сросшихся два сросшихся ваш целевой объект теперь в пределах досягаемости у деревьев есть листья которые конечно немного сложнее увидеть пожалуйста используйте ручку для входа поскольку наши бортовые журналы водонепроницаемые они любят штамповочную краску то есть заполнить лукбук ручкой а не штаблю дополнительная подсказка и здесь народ воротит от движнях так как это ходит постоянно кто-то есть движняк довольно до подсказка ниже ну все давайте вот сросшиеся вот они сросшиеся уже походу сразу найду даже без навигации если сейчас сразу тогда буду навигацию подключать вот тут какая-то тряпка какой-то туалет здесь я нашел взял туалет а вот туалет а ух нифига себе ух ты это дерево выросло на какой-то херни посмотрите здесь плита прямо в дереве бетонная здесь какой-то линолеум она какую-то хрень просто на какой-то хрени выросло как он там мусорь в строительном просто и такого не видел бетонная плита вросшая в дерево ну ладно бетонная вот еще линолеум какой-то здесь вросший дерево выше я даже не знаю как объяснить описать где где-то тайник должен здесь быть даже быстрее руки запихи засохать сейчас посмотрю визуально посмотрите вот эта тряпка она вросшая в дерево посмотрите она вросшая он просто на каком-то мусоре строительном вырос вот дерево и само дерево из двух разных деревьев состоит и они сросшиеся да ладно я еще такого не из 3 береза и и какое-то другое к это лиственница они сросшиеся прикольно вот это достопримечательность как достопримечательность я вам скажу интересно интересно мало того что в этом какой-то есть какой-то херни выросла тогда еще между собой здесь переплелось и посмотреть так подсказка ниже сейчас я вобью таки координаты где ниши будем смотреть нарисовалась куча людей а чувак какой-то остановился прямо под этим деревом где ищу силу сидит он бежал бежал там силы сидит это как говорят типа не пугайся я здесь еще тайник куда обсуждали 30 метров пробежал просто подустал мне надо посидеть куча мест вокруг вот скамейка в пяти метрах он сел именно под деревом под которым я ищу сейчас он убежал приехали новые селилий на скамейку так вот это геокешин всегда кто-то просмотреть на тебя идиота я только что запихивал туда руки явно дерево используют как туалет воняет мочой в общем буду сейчас отмеваться в море там ни черта нету и туда руки запихивал дальше прелести геокешин что пока найти не могу друзья вообще по моему тут дерево наши координаты показывают куда-то подальше короче друзья я уже не один еще два человека ищут вместе со мной видимо папаши его сын твоём уже ищутся вместе со мной сначала смотрелись при наблюдали за мной решили присоединиться что-то походу они отчаялись и уезжают не что никак в общем мы уже троём ищем не можем найти до короче нашли мы еще заполняю едем дальше геокешин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а нашел то я вот так вот ребята вы думали что это я сумасшедший такой мы вместе с иришкой занимаемся какой-то херней ищем какие-то тайники непонятных в 50 лет вон явно не местные потому что они таким каким-то швабским баварским этим диалектом изговаривали даже с трудом очень понимал взрослые люди вернее как взрослый мужик моего возраста ну и сын его вот они вдвоем они сначала сели и за наблюдали со мной что чем меня бессилия потом уже тоже присоединились такие мы типа видим что кто-то ищет и тоже решили искать отключу они таком таком диалекте блин так-то не особо дойч а еще если на диалекте а потом дополним и мы вместе начали искать и я нашел таки и это блин дерево удивительное обостанная вообще насквозь и я туда руки запихивал потом такую другую руку запихиваешь нутка блядь урины этой воняет это не было босса не один раз эти тоже такие это место как туалет используется города и пикал в общем нашли иду от отмываться теперь море не ну это я утрирую конечно ничего такого ну в целом да а вот чувак который бегун просто удивительно он бежал говорит я и сел вот такой вот прямо под это дерево блин везде куча места ну прямо там где я ищу я говорю не пугайся такой без проблем не надо отдохнуть 30 километров я бегу и думаю господи родники чё здесь-то тебя сидеть ну и короче побежал он дальше такой удачи тоже удачи все убежал прикольно это вот геокетчинг обязательно это будет рядом смотреть глазеть к этому надо привыкнуть еду по лесу еду на пляж я опять я не довел мысль до конца что ищем и эти геокетчинг играют не только какие-то сумасшедшие не только я этим занимаются вполне себе приличные люди и надо понимать что если люди приехали сюда в отпуск а вот отпуск проводить в германии на севере германии дорогое удовольствие это не каждый может себе позволить то есть я должен быть приличный доход и смог позволить себе отпуск на севере германии на балтийском море тут все отели очень все дорогое и стопудово что они приехали на жирные тачки что они там где-то у себя на юге в баварии хорошо зарабатывают они там все хорошо зарабатывают не чита нам и вот они приехали ищут тайники развлекаются тем помимо хождения на море что они кстати были на велосипедах вдвоем на хороших дорогих велосипедах и этим заниматься вполне себе состоятельные состоявшиеся взрослые адекватные люди друзья вот так отдыхать друзья на севере германии это вам не в турцию сгонять здесь нужны бабки еду ищу море я чё-то в этом лесу подзаблудился он на самом деле огромный пытаюсь выехать на побережье скорее всего его не в ту сторону и нам включать навигацию красота здесь неимоверная а вот кстати думаю еду об этой красоте и думаю посмотрел видео которое я записал когда ездил бревет свой 200 километровый когда было утром краще сумерки отвратительная action камера записывает когда недостаточно света когда солнечно как сейчас шикарная картинка но только стоит где-то в сумерках снимать все картинка никакая редко думаю надо наверное и уже пора через пять лет использования камеры поиграться с ее настройками потому что у меня стоит там авто это изо забыл что это такое выдержка скорее всего не стоит авто авто а надо по ходу ручную настраивать настроить чтобы она и ночью снимала по-человечески не ночью в сумерках и я такой подумал а как это сделать может чат gpt иск или как он там называется спросить на что-то тимур с камилой прямо вдохновили на его использование они так прямо все у него спрашивают ловко сейчас можно это даже в голос мышцы я себе это все представлял эти промты какие-то составлять он тебя не понимает кто-то херню предлагает сейчас просто ты берешь телефоне прямо даже не в компьютере а голосом спрашиваешься интересующий тебя вопрос он тебе выдает ответ разносторонний полноценный в общем лень с гуглить вернее как я гуглил уже какую-то ерунду все мне выдавало я таки не понял как настроить экшн камеру что нормально снимала в сумерках приблизительно знаю что надо изу поиграться чтобы ничего не портить я настроил авто поставил короче говоря думаю занялся еще установить приложение этого чат чата g5 и этого искусства интеллекта и поиграться с ним у меня два сейчас вопроса насущных как настроить так лучше экшн камеру и чуть делать с локтем который болит бесконечно и кортизол уже я уже в раза три по моему колол в этот локоть кортизол я по-моему же весь лимит исчерпал больше нельзя там уже потом начинают суставы разрушаться от кортизола и проблема подзатянулась а ее надо как-то решать интересно что об этом думает искусственный интеллект в общем в скором времени еще сюда добавится в мои видео игра с искусственным интеллектом на этой как игрой по-другому не назвать да прикольно такой камень монумент стоит в лесу главному ягер ну главному леснику оба форст мастер карс и карлис чем а чарлиз бэн к бэн как бен и бен и как ли не могу прочитать короче 1877 по 1956 год я просто это был этот штрант доехал вот здесь парковка нашел этот штран как-то еще называется там розы розы стран какой-то для гомика кроме шуток в прошлом году здесь был не был среди них на так поводу видел что парами мужики с лицу к велосипедов то есть тут прямо пляж пляж и там сигурами ну там гомики и только что я иду и чувак такую по лесу идет абсолютно голый такой идет куда-то ля-ля вот второй вышел абсолютно голый куда-то пошел в лесную и что музыка играет в общем-то я не на этот пляж хотел попасть и хотел на какой-то безлюдный даже наверно не буду идти туда смотреть не надо другое место точно для гомиков караулы подтверждение подтвердились не подтверждение а эти сомнения вот еще парочка пошла мужиков только гомический пляж гоморский судом и гомора там происходит что это ничего не имею против таких пляжей вагон пускай занимают маленькие делают там что хотят я даже не стал туда спускаться что-то там поснимать кого-то шокировать вообще похрену дайте мне мой безлюдный какой-то пошел где-то чувак впереди голый абсолютно он вот куда-то идет может уже оделся я хотел найти какой-то безлюдный пляж что-то у меня нифига не получается и не надоело их искать только я выезжаю на какие-то большие пляжи к этот тут по крайней мере хотя бы ман меньше велосипедов припаркован 4 велосипеда значит людей должно быть немного ну ладно тогда здесь припаркую велосипед тем проще будет надо будет ну что я обычно прошу раз съезжал прямо вниз туда с велосипеда там на песке оставил его ставим его так вот здесь прямо припаркую большого дерева хватит замка он и пойду туда купаться места бесподобные конечно прямо с леса выезжаешь на пляж припарковал я вон там все-таки велосипед дерево не получилось сильно толстая и думаю пляж забрал самое ценное телефон камеру powerbank собственно говоря и энергетика сейчас будем копаться какая красота я на этом пляже конкретно на этом еще не был здесь их просто реально сотни они все разные но здесь прямо такой подъезд удобный красота прямо надо гео локацию скинуть себе вообще удобно очень велосипед можно было долго сюда наносвести и тут хотели вон женщины и мужчины все конечно же голые ну могут себе позволить еще мне не все люди туда люди сюда вообще нет никого красота asında и тут нужно еще гео llbodая не попадая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я и так уже исчерпал здесь левит в облике морали и меня смотрят дети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сам вход в воду более глубокий на обычных пляжах. Он очень мелкий, надо идти там 100 метров. Хотя вот я опять иду, косавь и колено. Но все равно более глубокий, чем на обычных пляжах. Классно, посмотрите какая красота. Вот в этом углу вообще никого нет. Даже не лень туда идти, потому что я и тут посередине фактически сам. Вот есть люди, вот они все голые. Я без очков даже не могу толком рассмотреть их. Ну, собственно говоря, рассмотреть мне не особо интересно. Спасибо. Спасибо. Да, вообще просто неинтересно. Своего хватает. Погнали. Солнце надо оттуда снимать, а то я против солнца снимаю. Солнце надо оттуда снимать. Пойдемте, получим немецкий. Побьем энергетик. Я бы, честно говоря, еще покатался, не был сведен, я что-то проголодался. Неожиданно. Хотя вроде плотно позавтракал. Честно, шевать хочу, поэтому больше ехать не буду и ездить. А позагораю, поеду домой. Хар. Вот так вот я расположился. Моя селфи-палка не то, а пол. Селфи-палка, это штендер. Не знаю, как по-русски установил. Мой энергетик, он охлаждается в песке. Вода просто как слеза. Найчистейшая. Ау, ау, камни, камни, камни. Аааа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Ну я все равно отдохнул Пошел взял еще один запасной аккумулятор Наболтал я уже на целый аккумулятор В общем, друзья, я самый здесь такой лох в трусах Все остальные здесь без трусов Ну я, во-первых, я снимаю на камеру Я и так уже этот самый канал свой Забыл слово Дискредитировал Своей матерщиной И всем остальным Подозрительными находками А во-вторых Вот эта, не знаю, холодная вода Она не самым благотворным образом Влияет на Всякие там размеры И мне, честно говоря Вот это вот Дефилировать После вот этой холодной воды Не очень-то прикольно Надеюсь, вы понимаете, о чем я Я перебрался туда вот подальше Думал, там мухи не будут кусать Один фиг, там кусают мухи Так что мне придется больше Находиться в воде, чем в море Чем на суше Мухи закусывают Ру Да По поводу Немецкого Я не знаю Конечно, я Объяснятель еще тот Но учитель С меня никакой В общем, я бы не смог, наверное Преподавать Ввиду косноязычности Своей Я что-то пытаюсь донести И все Он такой В общем, это Слово Состоящее из двух букв Прикольное Немецкое Которое используется В разговорной речи Повседневной И Ун Х Э Оно читается просто как длинное Э А есть просто еще Э Слово, состоящее из четырех букв И Х И И Э Так как Р Не читается, Х Не читается Это тоже звучит как Э И то, и то Э Я всегда думал, почему они говорят А то и то переводится как Скорее Типа скорее это, чем то Что Куда они к чему не лепят Тут скорее везде Потому что они это Э Везде употребляют между делами В предложениях А оказывается Это Это Что Я уже забыл что Хотел сказать Сейчас Собраться с моими С Состоящее из двух букв Это как все равно Зовезо Переводится Все равно Типа Он все равно Не работает Он все равно Это все равно бы не работало Э Я не приду Потому что мне надо все равно Идти в магазин По-русски бы так Не Не вставляли бы Предложения Это все равно А немцы Типа Вставляют И говорят Я не приду Потому что Э Мусульман Айм Калфангейн Вот так вот В общем Интересная тема Если это Э Посмотрите это коротенькое видео У меня в Телеграм канале По изучению немецкого языка Настоятельно рекомендую Их Как там был пример Еще сейчас Усыпать Ах Херлих Хуф 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 все друзья в общем чё там у нас мотивируйтесь развивает лайкать что нибудь делайте не бесите что нибудь не надо бесить а Продолжение следует... Продолжение следует... Дорожка теряется... Китяк, вот... 20 метров люди загорают на пляже... Куда-то сижу, чувак, через кусты... Воманулся туда... Я думаю, нет, ну вас нафиг... Я поехал обратно... На свой пляж... На котором я такой что был... Там поеду, до нашего года... Нет никаких выживаний... Сейчас буду играть... Вот этот пляж... Вот этот пляж, на котором я так что был... Я вернулся на него... И возьму теперь вон туда поеду... На... Широкую тропе... Широкую дорогу... Потому что навигатор ведет типа... Вдоль побережья... Вдоль побережья... Потом резко... Через какие-то папоротники... И там заблудиться на раз... А так-то... Лес прикольный... Лесик... И взял имел... Продолжение следует... Вновь съём pants lazım... В Beginн... Или не нужно хит – при этом! И так как готово соль! Ну я turmoil... А так что это место! Просто перевышать... Лесик! Под Divin... Это воynию… Я не знаю... С ими, я не знаю... mm... Малайонка... Продолжение следует...